Звёздный завтрак на Радио Шансон Максим Александр Маленков Александр, доброе утро Доброе утро, и сейчас Александр расскажет Тане Что на самом деле мужские журналы Женщины покупают не реже, чем мужчины Наверное, да? Есть такая статистика Ну да Вообще у мужского журнала Такой хороший тон Гордится объёмом своей женской аудитории Она колеблется от 30 до 40% Практически 50 до 50 В Исквайере все 70, я думаю Так, хорошо Ну Исквайер Женский журнал Женский журнал Вот если так много женщин лезет в журнал Максим Они что, хотят какие-то секреты выведать в мужской психологии? Секреты Вот этот эффект подглядывания в замочную скважину Что-то узнать о мужчинах Потом многие женщины открыто и гордо ценят женскую красоту Представляете, мужчина бы такая Я вот честно скажу Я вчера залезла на онлайн-версию журнала Максим Естественно Ну мне было интересно Ну посмотреть же, о чём вообще пишут для мужчин Я смотрю, думаю Ой, думаю, да практически то же самое, что в женских журналах Но интересно всё равно Это точка мужское зрение Интересно было почитать Под другим углом Онлайн вообще все пишут обо всём С перепугу сейчас Все, кто не был в онлайне Сейчас в онлайне И журналы, и радиостанции И передача «Спокойной ночи, малыши» Я уверен, что все те же пишут Там всё главное скатиться в жёлтую прессу Потому что соблазн огромный Чуть ты жёлтее делаешь Сразу к тебе трафик идёт И так всё время себя надо держать за шкирку Чтобы, в общем, сейчас почти не отличаются сайты между собой В отличие от журналов А вы занимаетесь редакцией онлайн-журнала Максим? Ой, не то слово Или там есть специально обученные люди? Ну, это всё та же наша редакция Мы уже так сплелись, знаете, как макароны Которые оставили, вот, они все слиплись И где там уже Мы друг друга уже трудно отличаем Да вы уже переварены за 15 лет Абсолютно Поэтому, кто чем занимается, уже сказать невозможно Это такой коллективный разум Такой мозг сидит Вот, и я часть от него Коллектив вообще, большой коллектив вообще сейчас Ну, если говорить о редакторском Человек семь, наверное, если редакторов брать Вот, ну и смежные службы присутствуют Но у нас он не менялся все эти годы Надо потихоньку подойти, видимо К поводу моего появления Да, 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 да Я хочу сразу сказать, что Если не поленитесь и купите апрельский Максим С горьким на обложке Страница 72-73 Здесь весь редакционный коллектив Как я люблю Как мы выглядели И как мы стали через 15 лет выглядеть Ну, зачем ты всё рассказал? Безумный паразит вообще не меняется Друзья, вот только хотелось сказать О поводе как раз-таки подробнее Мы расскажем через несколько минут Вы пока задавайте вопросы Александру Маленкову Плюс 799-955-130 Вайбер, ватсап, смс, работает Звёздный завтрак На радио Шансон 10-16 московское время В Звёздном завтраке Сегодня у нас главный редактор журнала Максим Александр Маленков Вот вчера Таня, ну, случайно перепутала слово Мастодонт с мутантом Сегодня можно сказать Мутант нашего глянцевого мира Он же и монстр, и монстодонт Мастодонт, потому что 15 лет прожить В рынке глянца И успешно прожить И продолжать жить Это, конечно, большие усилия Причём постоянный, бессменный Главный редактор Да, это, конечно, меня самого удивляет Сколько раз турни пытались выбить? Да хоть бы один раз Хоть какая-нибудь бы, зараза, подсидела Все же боятся Знаете, когда тебя подсиживают Человек начинает за тебя пытаться делать твою работу Так нет Хоть бы один раз кто-нибудь Только, наоборот, наваливают ещё Я бы уже и рад Да, давай, подсиди меня Хоть поработаю Хоть отдохну Бывают же такие женщины-карьеристы Которые могла бы в мужской журнал прийти Я сейчас возглавлю и всё тут поменяю Дайте ей мой телефон, пожалуйста Всем карьеристам, да Потому что у нас работа лежит Аккуратной большой кучей посреди редакции Целый месяц И все бережно вокруг неё ходят И никто не пытается взять кусочек У нас как-то карьеристов нет Я знаю, она нас не слушает Алена Станиславовна, вы сейчас без работы? Вчера её видел Да? Хорошо Ну ладно Мы о своём, о редакторском Давайте всё-таки поговорим 15 лет Столько всего интересного за 15 лет произошло Первое, что меня волнует Потому что я забыл уже А может и не знаю даже Какая была самая большущая иностранная звезда В журнале «Максим» на обложке в России? Ну, звёзд было много раньше Потому что мы брали у наших американских собратьев Эти обложки И вообще-то мы свидетели Такого геологического слома эпохального Потому что если так кто-то помнит Из слушателей До, скажем, начала 2000-х Охотно снимались крупные звёзды В таких легкомысленных жанрах Потом что-то случилось Ну, я даже знаю А потом детей нарожали и всё Да нет, сменилась, так сказать, извините Парадигма То есть это стало как-то зазорно Ну, в общем, это таки закручивание гайка Политкорректность такая Наступила очень остро В Америке по всему миру Распространилась То есть сейчас уже Девушке себе такого не позволяет У нас были все И Бейонсе И Кэтрин Зетта Джун Ну, в общем Звёзды первой величины Да, снимались охотно В мужских журналах А потом Причём я ещё грешил Думаю, на республиканцев Думаю, наверное Буш-то уйдёт Вот придёт Обама-то Всё, опять гайки раскрутит Нет, ничего подобного Закрутил ещё больше Да, получилось, что так Вот Ну, в общем, поэтому мы плюнули И перестали западных звёзд стоять Тем более они продавали хуже Хуже А наши легче стали раздеваться со временем? Вот мы сейчас сделаем перерыв Давайте маленький на рекламу А вы пока подумайте Стали они легче раздеваться или нет? 10.26 в Москве Это «Звёздный завтрак» И в гостях утреннего шоу «Настройка» Сегодня знаменитый журналист И главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков До рекламы мы начали разговор о том Насколько Об обложках Об обложках И насколько вообще наши женщины Охотнее стали раздеваться Да, наши Я и говорю наши Насколько они охотнее стали раздеваться Для фотосессии откровенных? Ну, они всегда, в общем Были полны энтузиазма Хотя и не показывали этого Но Сейчас возникло такое новое поколение Такая генерация, я бы сказал Девушек-звёзд Хипстерская такая вот Которая в принципе Если вы заметили стиль вот этого хипстера Там сексуальность никак не подчёркивается Они нарочитаны Такие антиженственные Ну, то есть они модно, стильно Это интересно Это эстетично Но это нечто Параллельное Вот привычное Наше понимание Женской сексуальности Поэтому Всё, что такое явно Вообще в чём Вот хипстеризм, да? Ничего явного Ничего показного Всё спрятано И вот всё Антипопсово Соответственно Категория мужских журналов Автоматически попала у них В нечто очень попсовое Поэтому Ну, приходится просто дольше уговаривать Хорошо Вот И вообще с ними труднее работать За 15 лет существования Журнала Максим Если берём наших звёзд Кого вы уломали И жутко гордитесь этим Из наших женщин? Уломали показать Сити Ну, показывают Там показывают Не больше, чем они показывают Сами на пляже Но за кем-то я помню Бегал лет 10 Да, а кто это был? Кто? Вот Настя Каменских Я помню Ну, никак Вот никак Тяжёлый был А там есть, что показывать Да Почему, непонятно Вот А потом, наконец, всё-таки Любую женщину можно взять измором Это точно Ну, ладно Неужели Любую каждую А есть какая-то, которая не согласилась Вот до сих пор за 15 лет Сказала, ну, нет, и всё Есть те, которые пока не согласились Вот Просто мало измора было Просто начинаешь их надоедать Слать цветы, букеты, конфеты Ночевать в подъезде И уже проще согласиться Чтобы ты отвязался Слушайте, прям даже интересно А я думал, слово гонорар Волшебное слово гонорар Решает все эти вопросы Нет Тут даже дело не в гонораре Вы не платите, девушка Да, слушайте Это было бы самое простое Мы бы готовы были платить Но просто один раз заплатив Ты потом будешь должен делать это всегда Потому что все же узнают об этом Но на Западе это нормальная практика Когда платят за везде Нет, это только Playboy платила И в этом был как бы договор Я раздеваюсь, а вы мне за это платите деньги Каждый доволен А потом это даже в Playboy перестало работать Потому что это перестало быть событием С приходом интернета Просто вдумайтесь Журнал был единственным источником Вот этого прекрасного Которому можно приобщиться Только купив журнал Когда появился интернет Первый человек, купивший журнал Сканировал, выкладывал это в интернет Начиная со второго и до миллионного Все уже смотрели в интернете И журнал Так, секундочку, где мои деньги? Да, я заплатил ей столько миллионов Чтобы она это показала А в итоге никто не покупает журнал Поэтому просто на этом Ты вообще не выйдешь На обнаженной натуре Ну и сейчас это все делается Подоговоренно Ну по любви условно говоря А уж у нас-то в невинном нашем формате Какие там вообще деньги? Я закрою тему вот этих женщин Которых вы снимаете Но все равно интересно Прошу прощения за эти банальные вопросы Мы же не профессионалы За 15 лет Была ли такая фотосессия Которую вы сделали Все получилось красиво Идите, какие захотите А потом героиня говорит Не хочу И отказалась публиковать себя Были, которые Не могу Муж узнал Убьет То есть сначала поснималась А потом уже не могу А потом говорит Ну я мужу-то показала А чем сначала-то думала? У нас называется Кавказская цензура Ну, это же девочки Вопрос О чем она думала? Не знаю, о чем она думала Думала, ну так Как-нибудь прокатит Обойдется И снимите, пожалуйста Можно я так Я говорю, мать Завтра номер уходю Что я вместо тебя поставлю? Говорит Тогда майор Оршленное тело Найдут на станции Лосиный остров Теперь это надо? Я думаю, е-мое Началось Да Ну, приходилось Выкручиваться У нас совсем скоро Начнется игра Пять секунд Дорогие друзья Если вы хотите Сразиться с Александром Маленковым В эту игру на реакцию Звоните Прямо сейчас по телефону В Москве 223-5550 Код города 495 Мы девушек Будем все-таки Наверное Просить Звонить Да Звоните Девочки Звоните Звездный завтрак На радио Шансон 10.35 В столице Утренняя беседа На радио Шансон Продолжается Напомню У нас в гостях Александр Маленков Главный редактор Популярного журнала Максим И мы Как и обещали Прямо сейчас Проверим реакцию Александра Какова же все-таки Главная в редакторе Реакция Сможете сообразить За 5 секунд Или нет Да Против Александра Сегодня играет Елена Из Люберец Елена Доброе утро Доброе Доброе Здрасте Леночка Скажите мне пожалуйста Вот вы бы Согласились Обнажиться Ради журнала Модного И популярного Оказаться на обложке Нет Нет Следующее А за деньги Следующее И за деньги И за деньги Хорошо Тогда давайте Давайте тогда играть Да Есть вопрос Есть 5 секунд На ответ Кто-то там плачет уже Просто нужно по-моему Выключить радиоприемник Елене Елена выключили Да Все отлично Тогда раздевай О в смысле Играем Тогда играем Итак Александр Назовите Трех любых Российских актрис Брюнеток Евгения Брик Время закончилось Спасибо Брик как счастливо Все блондинки Да Так Пока 0-0 Елена Назовите Трех любых Российских Лысых актеров Легче Ну Елена Вот мы услышали Как легче Да Даже Нагиева не назвали Сейчас Нагиев Настроился Мне кажется Брюс Уиллис Брюс Уиллис Да Российский актер известный А что он еще не получил Пока нет Пока только Джефф Монсон Из лысых получил Но он же не актер Он 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 все Уже Уже все делает Так дальше Давай Александр Назовите Три сексуальных автомобиля Мазерати Порш Феррари Отлично Время еще идет 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 А как же Астон Мартин Автомобиль Подожди Подожди Сейчас мы узнаем Мнение женщины Елена Назовите Три любых Сексуальных автомобиля Порше Феррари Майбах Майбах Вот так вот Елена Губа не дура Майбах Хорошо Так Один один Я бы еще Бентли Назовала Александр Назовите Трех любых Сексуальных Женщин Политиков Поклонская Три надо Ее сестра Две Отлично Один один Пока так Елена Внимание Назовите Трех любых Сексуальных Мужчин Политиков Жириновский Зюканов Иеронов Вам правда Нравится Жириновский Секунду Это был просто Политик И вообще Нечестно Потому что Женщин политиков Раз-два Я обчел А я вспомнил Еще же Мы же их снимали Господи Конечно Александр Александр Назовите Три любых Афродизиака Вука Вука Шпанская Мушка Ну пусть будет Виагра Знаток Знаток Лимон 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 Максим Галкин, Максим Аверин и Максим... Горький, но вы не успели. Но вы не успели. Со счетом 2-1 заканчивается эта игра в пользу Александра. В качестве приза Александру достается фотосессия с Еленой. Ура. Звездный завтрак на радио Шансон. 10.47 Время Московское. В гостях у Звездного завтрака сегодня журналист и главред популярного журнала Максим Александр Маленков. Александр, у нас есть рубрика, которая называется «Звездная пилотка». Доброе утро. Вы по работе часто сталкиваетесь с этим замечательным... С газетой, в смысле? С бумагой. Внутри бумаги, одной бумаги, очень много других бумаг. Вытягивайте одну. Там есть начало предложений, вам надо его закончить. Мне? Я начну, а вы заканчиваете. Ничего уничтожного. Игра опять какая-то? Нет. Это за жизнь. Интервью. По душам. Итак, читай. Из всех суперспособностей я бы хотел обладать именно такой. Какой? Я бы хотел записывать сны свои и смотреть их потом. Это самое классное. Я считаю, что когда-то должен изобрести вот этот видеомагнитофон, который... И это, кстати, не так уж фантастично. Мы сейчас работаем. Просто память хорошая во сне иметь, и все. Проснулся, записал? Не, хочется пересмотреть некоторые сцены. Лень записывать. Просто, чтобы на флешке было. Иногда такие вещи снятся, хочется пересматривать бесконечно. Конечно. Не будем уточнять, что тебе снится. Моя вторая половина с пониманием относится к... К чему? К моей работе. Потому что мои другие вторые половины многие почему-то... В общем, как-то... Ревновали? Да. Да, было дело. Ты где был? Бегал. А почему майка сухая? Так, идем дальше. Да, я по работе... Трогаю? Общался со стриптизершами. Это моя тяжелая работа. Могу я прийти домой и спокойно посидеть. В детстве я хотел стать мастером спорта по... Футболу, конечно. Классика. Да. А почему не по хоккею или там по водному полу? Есть место футболу в вашей жизни? Раз в два года. Ну, понимаете. Раз в два года, то есть вы смотрите чемпионат Европы и чемпионат мира. Сейчас бы я, конечно, хотел стать мастером спорта по бильярду. Это, конечно, такое удовольствие приносит. По снукеру или просто... Да пофиг, когда жарик падает в лузу, не важно, даже рукой его туда кинул. Я в последнее время от снукера просто торчу. И теперь... Так, давайте. Ронни О. Салливан, мой герой. Торчок, ты наш, давай дальше. Да, да, да. Так, следующая бумажка. В раздевалке фитнес-клуба я всегда... Так, внимание. А вы ходите в фитнес-клуб три раза в неделю. Что вы там делаете всегда? Что я могу делать? Шарю по карманам одежды других. Что я там могу делать? Раздеваюсь, одеваюсь, моюсь. А Ленька у нас закрывает глаза обычно. А я вчера, да, я вчера зашел в раздевалку, а там Александр Невский. Я говорю, здрасте. Он, ожидая, что я сейчас, наверное, упаду на колени. Здравствуйте! Я прошел дальше. Он общительный. Очень общительный, очень. Еще один вопрос, буквально 30 секунд. Так, ну и последний вопрос. Последний раз, когда я перебирал карбюратор, я... Ну, я перебирал карбюратор 20 лет назад, весь изгваздался, естественно. Вообще, все, что касается перебирать что-либо, это первое главное впечатление, это весь по уши в бреди. В солидоле. Есть еще времени? Нет, все, к сожалению, звездная пилотка у нас закончилась, но буквально через несколько минут мы вернемся снова. Звездный завтрак на радио Шансон. Московское время 10 часов и 54 минуты. Напомним, сегодня в Звездном завтраке главный редактор популярнейшего журнала Максим Александр Маленков. И, естественно, приходят сообщения, вопросы для Александра. Может ли начинающая актриса театра Д, модель Х+, очень женственная и харизматичная, рассчитывать на то, чтобы ее фото разместили в вашем журнале? Или только звезды могут? Что я еще не дочитала, вопрос. Да, вот все, точка. Театр Д, это театр драмы или размер Т? Да, тут же я знаю. А Х меня взволновало. Х плюс. Что такое Х плюс? Это такая... Просто плюс сайз, есть такие размеры. Да, у меня очень хорошо получается отвечать на этот вопрос, потому что я это делаю каждый день в течение последних 15 лет. Так вот, в журнале Максим мы фотографируем в основном знаменитости. Так что вам, дорогая, нужно стать знаменитой. И тогда я сам вам позвоню. Если вы пока недостаточно знаменитый, специально для этого случая, у нас есть конкурс красоты Мисс Максим. И вам повезло настолько, что прямо сейчас идет прием заявок. Он идет в течение марта-апреля. И у вас есть реальный шанс, во-первых, конечно, поучаствовать. Если вы хороши собой, то вы точно попадете в сотню, а потом, может быть, и в десятку. И, может быть, победите. И ваша фотография окажется не просто в журнале Максима, а на его обложке в сентябрьском номере, как это происходит с девушками в последние 11 лет. Ух ты! Таня, пойдешь участвовать? Нет, я стесняюсь. Таня, ты у нас... Заходите на сайт, там все написано. Или какой? Какой я тебе сайз-плюс? Я вроде нормальная. Пошли разборки. Скажите мне, пожалуйста, а бывает такое, что вот женщина лазисты и на лицо случается, что бывают женщины некрасивые. Ну, харизматичные. Все остальное такое красивое. Бывает. И как вы справляетесь этим? Мешок надеваем? Я в жизни или мы в журнале? В журнале. Но есть, наверное, человек, который красить умеет. А в общем, у нас знаменитости. А если про мисс Максим, то, конечно, это жестокий спорт, это совокупность факторов, это фактически, да, идет такой отбор. Что вот это должно быть на местах. Поэтому, конечно, бывает, что девушкам повезло с фигурой, и с лицом чуть меньше. Но тогда, наверное, вряд ли она станет победительницей конкурса красоты. Давайте спросим у Александра, где его можно увидеть в ближайшее время. Я знаю, что Александр в последнее время начал выступать с некими активно. Стендапами. Как он их называет? Ну, да, это для простоты. Теперь, раньше это называлось писатель-сатирик, то есть я скорее читаю свои произведения. Да, и пользуясь случаем, хочу всех пригласить 1 апреля в Москве, в лектории «Прямая речь». Там в честь вот этого самого дня 1 апреля я буду развлекать публику. Так что приходите, будет весело. Приходят люди 1 апреля, сидят, а Маленкова все нет. 1 апреля. Розыгрыш, да. Ну, нет. Спасибо большое. Александр Маленков сегодня был в гостях у утреннего шоу «Настройка». Прежде чем мы попрощаемся, ну, буквально пара предложений, приятных пожеланий для наших слушателей. Слушатель Ниц, может быть. Ниц или ней. Как удобнее. Неважно. Все люди прекрасны одинаково. Дорогие друзья, что я могу сказать? Старайтесь жить своими мозгами. Вот вы меньше слушаете радио, меньше смотрите телевизор, меньше читаете журналы, интернет, а больше вот то, что вам в мозг уже упало, вы перевариваете эту информацию, тогда у вас будет свое мнение обо всем, а это так приятно жить, когда у тебя есть свое мнение. Но радио все-таки слушайте. Опасные пожелания. Большое вам спасибо. Да, я живу на грани. Спасибо большое. Утреннейшая настройка вернется в понедельник. Друзья, 7.00. Лень, Таня, Артем. Пока. Удачи. Звездный завтрак на радио Шансон.